Девушки отдыхают Пилястра Пилястра Ну, блядь, ну вот это хуйня А, вот это вот хуйня? Да А, капитель Айтау Мэй Айтау, где у нас эта хуйня? А, хуйня О, хуйня Народы России говорят на 277 языках и диалектах Но русские всегда поймут друг друга, блядь Вообще стоит преследовать за ненормативную лексику? Вот я в быту, допустим, употребляю обильную, мне бы не хотелось бы, чтобы, допустим, были ограничения в той же сети А такие разговоры, как вы знаете, ведут Мне кажется, что общество сейчас, все общество в мире причем, настолько быстро все произошло Мы же когда-то выработали правило, что ругаться матом на улице нехорошо Справлять нужду на улице нехорошо Должны быть специально отвезены для этого места Это же важно Это же истинные понятия? И я уверен, что в интернете, ну мы же наблюдаем последние какие-то и предыдущие события Много-много, это идет притирка, да, знаете, когда говорят, корабли бортами ходят А сейчас идет притирка, нет правил, и они вырабатываются Но я уверен, что они придут к тому же, что 2000 лет права вырабатывались Что есть общежития, где все должны вести себя примерно Стеклянный дом Нельзя выступать с откровенно антиправославными утверждениями или антисемитскими утверждениями На самом деле, наверное, дома ты можешь думать все, о чем хочешь, да Но общество — это зажительство людей, у которых разные мнения И вот этот баланс, который выработали все в мире, СМИ, лицензированные, они же все какие-то по законам работают Вот интернет, он сейчас такой в дырочке, да, то есть он вырос, он бьется, стучится к нам Но я уверен, что в результате закончится тем, чем заканчивалось все эти тысячелетия Победит корпус права, который римский, но чуть-чуть модифицирован Все-таки мне кажется, что эти две сферы, допустим, традиционных медиа и сетевая история Они должны жить, мне кажется, по разным законам, потому что должна быть альтернатива всегда, всему Или вы считаете, что нужно унифицировать? Нельзя на одной территории, вот если есть, вот вы знаете, когда у нас появится виртуальное государство Виртуальное государство, да, но в конце концов, некие признаки уже наблюдаются, да, то есть есть виртуальный талант Не привязанный государством Появляются намеки на деньги виртуальные, да, осталось только границы очертить Вот если там, там можно все, но нельзя на одной территории, чтобы действовало два типа законов Нельзя здесь с тиражом в 10 миллионов материться, оскорблять И все, 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 все. Просто говорите, что думаешь. И одновременно, когда вы же должны соблюдать какие-то правила. Надо либо на одной территории, я говорю про одну территорию, надо либо принять ваши правила, либо те правила. Двойные правила вы либо проигрываете в этой конкуренции, безусловно, и все равно они побеждают. Либо вы выигрываете, тогда вы и побеждаете. Но посередине не бывает, не получится. Ну, просто не получится. Субтитры делал DimaTorzok Вот по телевизору вы не можете показать, как человек пьет, занимается сексом и курит, по-моему, до 22 часов, что-то такое. Вот интересно. Мне кажется, что здесь все-таки срабатывает тезис Алтыкова-Щедрина, что строгость законов российских компенсируется необязательностью их исполнения. Насколько я понимаю, что здесь, в гоголь-центре, на сцене, ведь можно употреблять ненормативную лексику. И это как-то практикуется. И, в общем, никто по этому поводу никаких нерв не принимает. А ведь я бы не то, что большой сторонник ненормативной лексики на сцене или еще где-то. Она, либо она является частью речи, естественно, вытекающей. Или, нет, бывает же, когда там, сейчас я выйду и громко скажу. И вот, а, как вам? Это фигня, это провокация, которая... Ну, то есть, мне это неинтересно. А когда человек это проскакивает, да, ну, бывает. Еще раз, вот, ну, мы играем в маленькие трагедии Александра Сергеевича Пушкина, у нас нет ненормативной лексики. Вот, хотя у нас там с поэтикой Пушкина рядом присутствует, например, поэтика рэпера Хаски, например. Вот, совсем разные вещи, но все равно. Поэтому, еще раз, мне это все кажется результатом какого-то заблуждения. Отсутствием, в общем, достаточного системного понимания, что такое культура, у некоторой части, наверное, людей, которые ей руководят или которые пытаются ее, так сказать, как-то формировать. Александр, а вот вы упомянули про мат, про ненормативную лексику. Я поймал себя на мысли, что все время, когда ваш театр, ну, я сейчас не про сольные дела говорю, а про квартет и, мне всегда вот не хватало там ненормативной лексики. Не хватало? Ну, мне, да, вот мне всегда казалось, что вот как-то вот надо бы вот этого, нет? Директор ДК. Хорошо, я к чему, вопрос такой, вы себя в этом смысле как-то дозировку контролируете, то есть вы расписываете для себя как повар, который блюда готовит? Вот здесь вот посолим, здесь поперчим. Или это вот так вот? То есть это рецептура? Во-первых, есть там директор ДК Зуева, который говорит, что мат вообще на сцене, это ужасно. Во-вторых, есть отец Славы Хаита, который говорит, что мат это вообще невозможно. А мы чем руководствуемся, ну, типа там, Краневская или Жванецкий. Ну, Жванецкий никогда не употреблял, по-моему, ненорматив. Нет, другое. То есть вот ты пишешь, вот как вот хочешь писать, да, ты тогда пишешь. Поэтому мат это вот когда вот, ну, нельзя обойтись вот сейчас. Ну, в фильмах-то обходится, в экранизациях спектакля, ну, то есть вот, это, наверное, нельзя назвать экранизацией, но два фильма и не слово мата. И даже... Как, ну, слово мата. Ну, какой там мат? Когда я там в первых мужиках в гостинице говорю, это... Ну, вот... Просто это запикивается. Ну, вот, ну, да, это там каждый может подумать все, что угодно. Про мат скажу следующее. Если он уместен, а это тоже очень, знаете, ну, как к этому отнестись, он уместен. Если нет, вот когда я выхожу в разговорах и говорю там, да это не кризис, это уместно абсолютно. Абсолютно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. А, кстати, вот насчет вообще зажимов и прочего. Я помню такую историю, что Серебренников вам делал замечание, что вы ненормативные слова произносите вот неотчетливо и вот не по-русски во всяком случае. Это был первый спектакль. Про дебют, да, если речь, да. Это первый был спектакль после театра Вахтангова, когда я познакомился с режиссером Кириллом Серебренниковым. Он вас пригласил. Откровенные полароидные снимки, спектакль. Там очень много матов. Ну, мои первые слова начинались конкретно. Прямо вот мой герой главный выходит на сцену и... И что? И надо было сказать, здесь это не пройдет, бесполезно говорить. И я начал заглатывать окончание, на что... Как я знаю, как Кирилл умеет, извините, давать жару. Он подходит, и он абсолютно не понимает, почему ты заглатываешь окончание, что это? Говорит, нет таких слов, говори. Я говорю, я не могу, у меня язык не поворачивается. Как у меня зритель вот так вот сидит? Говори. К этому быстро привыкаешь. А если бы на съемочной площадке вас бы не смутило присутствие коллег? Вас смутило именно присутствие как бы зрителей? Ну, внутри театр несет чистое, святое. А в жизни вы употребляете? Да, конечно. Ну, что, конечно. Ну, а только вы не говорите, что вы не употребляете. Нет, я-то сам, я вообще, я бы и в эфире употреблял бы, если бы у меня было ограничение. Я считаю, что, более того, я яркий противник того, что цензура так начала работать, потому что нет ни одного слова, ни единого словосочетания настолько энергоемкого, как, извините, мат. Да, но это русский язык, я считаю, что это соль. Все спектакли, в которых у нас был мат в театре, мы начинали заменять. И, во-первых, зритель реагирует по-другому. Это иногда даже пошловато слышится, более пошловато, чем кто-то может сказать. Да, 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 да. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.